Это Любовь Соболь. У Владимира Путина и Единой России обвалились рейтинги. По данным Левада Центра, с ноября 2017 года доверие к Путину снизилось на 20%. И пенсионная реформа – только одна из причин. В ноябре 2017 года о доверии к Владимиру Путину заявляли 59% россиян, а в сентябре этого года – только 39%. Такие данные в сегодняшнем опросе приводит Левада Центр. Фонд «Общественное мнение» дает Путину рейтинг в 45%. При том, что 25 марта 2018 года за Путина были готовы голосовать 68%. У Единой России дела еще хуже. По данным того же Фома, за партию власти готовы проголосовать только 31% россиян. Это рекордное падение рейтинга с 2008 года. Перед умскими выборами 2011 года Фом давал Единой России 38%. И те выборы были отмечены массовыми фальсификациями, а после них прошли митинги за честные выборы. И вот сейчас у «Единой России» 31%. Главной виновницей таких результатов называют пенсионную реформу. Но в реальности виновата не только она. Позитивных новостей нет вообще. Общество в течение четырех лет находится в ситуации усугубляющегося кризиса, вводения доходов, постоянного роста цен и введения новых налогов. Заявил, комментируя ситуацию с рейтингами, политолог Александр Кынев. Как бы Путин не рассказывал про рекордный рост зарплат, люди на своем кошельке чувствуют реальное положение вещей. Это вам не про загнивающий запад истории сочинять. Тут люди сами видят, как растут цены, сами чувствуют, когда приходится больше платить за ЖКХ, и сами понимают, что им теперь на пять лет дольше без пенсии работать. И попытки убедить людей, что им это на пользу, только злят. Вот что должен подумать человек, 30 лет отработавший на заводе, когда спикер Госдумы в ответ на жалобы людей говорит про спортивные площадки. А он говорит. Люди ему говорят, что до пенсионного возраста не доживут, а он им лицо про спортивные площадки говорит. Пенсионная реформа вобрала в себя ощущение острой несправедливости всей системы. Еще в сентябре заявлял директор Левада-центра Лев Гудков. Люди считают, что государство пытается решить свои проблемы за счет населения. Оно покусилось на то, что люди считают своим. Пенсионное накопление. Заявил он же в сегодняшнем комментарии ведомостям. И прямо скажем, правильно считают. Если чиновники думают, что могут переложить последствия своего правления на плечи простых россиян, то их ждет большой сюрприз. Россияне ответить могут. Особенно, если дело уже дошло до такого важного вопроса, как пенсионный возраст. В Ингушетии уже пятый день продолжаются протесты из-за передачи земель Чечне. Люди говорят, что не намерены прекращать акцию, пока соглашение не будет пересмотрено. А многие требуют и отставки главы Ингушетии Юнус Бека Евкурова. 26 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров и Юнус Бек Евкуров подписали соглашение о границе между республиками. Административная граница между Чечнёй и Ингушетией не была четко установлена со времен распада СССР. И вот, наконец, объявили о подписании договора. ТАСС написал, что в соответствии с документом между регионами проведен равноценный обмен нежилыми территориями. Но среди жителей Ингушетии быстро начала распространяться информация, что это не так. Глава местного отделения Яблоко заявил, что власти Ингушетии отдали почти 20 тысяч гектар густого леса. 4 октября ингушские депутаты должны были голосовать за соглашение о границе. Наутром Конституционный суд республики заявил, что вопрос о границе должен решаться с помощью референдума. Примерно в это же время возле здания парламента в столице Ингушетии Магаси начали собираться протестующие. Люди были недовольны как самим соглашением, так и тем, что оно принималось без широкого общественного обсуждения. На этих землях жили наши предки. Без ведома согласования нашего народа ни один глава субъекта не имеет права решать самовольно. Это не их частная собственность. Народ есть. Почему нет согласования с народом? В районе 11 часов ТАСС сообщил, что депутаты утвердили соглашение. После этого на митинге была стрельба в воздух. Как пишет BBC со ссылкой на очевидцев, к митингующим выходил Евкуров. Его сторону бросали бутылки, после чего охрана открыла стрельбу в воздух. По официальным данным, из 25 присутствующих депутатов 17 проголосовало за ратификацию и только трое были против. Однако более 10 депутатов заявили, что итоги этого голосования были сфальсифицированы. В частности, депутат Народного собрания Закримамилов сообщил РБК, что из 24 присутствующих при голосовании депутатов один даже не взял бюллетень и заявил, что в этом балагане не участвуют, а четверо испортили бюллетени и 13 проголосовали против. После всех этих событий протестующие не разошлись и остались на площади перед парламентом на ночь. Полиция и другие силовики акцию не тронули, несмотря на то, что она была не согласованной с властями. 5 октября во время пятничной молитвы часть правоохранителей даже присоединилась к протестующим. А среди людей распространилась история, что ингурские полицейские не пустили в город силовиков из других регионов, которые якобы ехали разгонять акцию. В тот же день появились сообщения, что участникам митинга прекратили увольнением с госслужбы, а люди на площади стали требовать отставки главы республики Евкурова. Мы требуем немедленного экстренного созыва сессии парламента, отмены противоправного принятого документа, принятия нового документа с открытым голосованием и отставки Евкурова. 7 октября на площадь приехал первый президент Ингушетии Руслан Аушев. Он заявил, что руководство республики совершило ошибку. Надо было этот вопрос согласовать с народом. Сегодня митингующие пришли на новое, уже согласованное с властями место. Однако заканчивать люди не думают. Более того, у организаторов есть намерение выдвинуть требования о сложении полномочий депутатами республиканского парламента. Это произойдет, если депутаты при повторном голосовании вновь утвердят соглашение о границе. Как будут развиваться события, пока не ясно. Но ясно, что эти протесты вызывают поддержку у значительной части населения. Этим и поведение полиции можно объяснить. И в этой ситуации власти не могут их просто так и разогнать. Власти на то и власти, чтобы общаться с людьми. Общаться, встречаться и просить поддержки. А не вот так, без референдума, без широкого общественного обсуждения. Взять и принять важное соглашение. С людьми надо говорить, а не блокировать информацию в СМИ. Или пугать бюджетников увольнениями. Так дела не делаются. Российский Минюз заявил Европейскому суду по правам человека, что массовые задержания на митингах полностью соответствуют закону. Такой ответ наши чиновники направили в ЕСПЧ в рамках рассмотрения 20 жалоб россиян на привлечение к административной ответственности и за проведение публичных мероприятий в 2016 и 2017 годах. Минюз считает, что действия российских властей не нарушают международных норм и направлены на защиту общественного порядка, безопасности, прав и свобод других лиц. И что в делах по митингам нет никаких нарушений со стороны российских правоохранителей. Это, видимо, вот такие задержания, это нет никаких нарушений. Или может быть больше тысячи задержанных по всей России на мирных акциях, это не нарушая международных норм. Нет, ну просто интересно. Митинги – это право людей высказать свою позицию. Власти должны помочь людям в этом. Создать благоприятные условия и обеспечить безопасность. Так и должно работать государство, как сервис для людей. Но у нас чиновники всячески стараются затруднить проведение митингов, отправляют людей куда-нибудь на окраину или вообще ничего не согласовывают. Но это же не ваше дело, господа чиновники. Люди имеют право высказываться. Ваша задача – их обслуживать. Вы же слуги народа, забыли? Не говоря уже о том, что государство должно быть заинтересовано в борьбе с коррупцией и в очищении самого себя от коррупционных элементов. Понимая, что смешно в России 2018 года такое говорить, но должно же быть именно так. ЕСПЧ, конечно, на оправдание нашего Минюста не очень покупается, регулярно выплачивая компенсации задержанным. Но важны даже не компенсации. Хочется, чтобы в первую очередь права россиян защищали российское государство и российские суды, а не европейские инстанции. Россия должна сама обеспечивать право людей на мирные собрания, без оглядки на СПЧ, потому что это право россиян. А система государства должна работать на защиту прав всех, а не только любителей дач, построенных на непонятные доходы. Глава счетной палаты Алексей Кудрин назвал позорным уровень бедности в России. Такую бедность, как у нас в стране, иметь позорно при таком уровне доходов ФВП на души населения, заявил Кудрин во время выступления в Совете Федерации. Спасибо, конечно, господину Кудрину за признание очевидного, но хочется спросить, а кто же виноват в таком позоре? 18 лет нашей страной правит Владимир Путин, больше 10 лет из них сам Кудрин был министром финансов. И тут внезапно оказалось, что в России позорный уровень бедности. Договаривайте, кто виноват, договаривайте, а то как-то половинчато получается. Но уверена, что Кудрин договаривать не будет. Слишком давно он в российской системе власти. Как и многие другие наши чиновники и главы госкомпаний, в 90-х годах Кудрин работал в мэрии Санкт-Петербурга. Там он был главой комитета экономики и финансов. Путин там же возглавлял комитет по внешним связям. Выходцами из той же мэрии Санкт-Петербурга являются Игорь Сечин, в 90-х годах глава аппарата Путина в мэрии, сейчас глава Роснефти. Дмитрий Медведев, бывший эксперт комитета по внешним связям в мэрии Санкт-Петербурга, а сейчас премьер-министр России. Алексей Миллер в 90-х годах заместитель Путина в комитете по внешним связям, сейчас глава Газпрома. И еще много известных и не очень людей, сделавших карьеру при Путине. Можно, конечно, считать, что тогда в Санкт-Петербурге собрались удивительно талантливые люди, и поэтому они все стали высокопоставленными чиновниками. Но более простое объяснение – это близость к Путину. Путин их знал, доверял им, вот и назначал их на разные посты. Среди таких назначенных оказался и Кудрин. В мае 2000 года, через несколько месяцев после избрания Путина президентом, Кудрин стал министром финансов и вице-премьером правительства. В декабре 2011 года, уже после отставки Кудрина, Владимир Путин публично назвал его своим добрым товарищем и близким другом. А в январе 2012 года про дружбу с Путиным говорил и сам Кудрин. И, конечно, с таким бэкграундом отношений с президентом, Кудрин вряд ли расскажет, кто же виноват в позорной бедности. Или будет говорить про важность борьбы с коррупцией, но публично спрашивать хотя бы Медведева про уточку или дачи не будет. Не говоря уже о каких-то обвинениях в адрес самого Путина. Люди в России действительно очень бедные. Во многих регионах даже средняя зарплата на уровне 25 тысяч рублей. И так будет продолжаться, пока не изменится система власти и не уйдут те, кто эту систему такой построил. И об этом надо говорить, а не просто рассказывать про позорную бедность. Беллинкэт и Дэйн Сайдер заявили, что раскрыли настоящее имя Александра Петрова, которого подозревают в отравлении скрипалей. По их данным, это Александр Евгеньевич Мишкин, военный врач из ГРУ. Напомню, что бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» в марте этого года. Великобритания обвинила в этом отравлении двух россиян, которых назвали Руслан Баширов и Александр Петров. 26 сентября исследователи из Беллинкэт и Дэйн Сайдер заявили, что раскрыли имя Баширова. По их сведениям, им оказался полковник ГРУ и герой России Анатолий Чепига. И вот теперь новое расследование. На этот раз про его напарника. Как пишут расследователи, Александр Мишкин родился в небольшом поселке Лойго в Архангельской области. Журналисты съездили в этот поселок и его жители узнали Александра Петрова. Также жители поселка рассказали, что у Петрова Мишкина есть звание Героя России, а у бабушки Петрова Мишкина Нина Федоровна есть фотография, на которую Путин вручает Саше орден и жмет руку. Фотографии, где Путин вручает Саше орден, понимаете? И жители поселка об этом с гордостью рассказывают. Но еще бы, сам Путин руку жал. Пообщаться с жителями Лойги удалось и журналистам BBC. В разговоре с BBC несколько человек также узнали Александра Петрова, а один из собеседников даже вспомнил дополнительные подробности. Например, что Мишкин учился на 4,5 и вел дискотеки в поселке. После школы Мишкин по данному расследованию поступил в военно-медицинскую академию имени Кирова в Петербурге и был завербован ГРУ. В 2010-2013 годах он, как пишут исследователи, неоднократно посещал Украину и Приднестровье. Но подробности о том, чем он там занимался, неизвестны. Из источника Беллинкет удалось получить доступ к отсканированной версии паспорта Мишкина. Эксперт, посмотревший эти материалы, пришел к однозначному выводу, что эти фотографии принадлежат одному лицу с учетом 15-летней разницы в возрасте. Тут бы уже и закончить, но нет. На этом расследование про Петрова Мишкина не завершилось. У него еще была машина. По данным исследовательской группы CIT, в конце мая, через несколько месяцев после отравления Скрипалей, Анатолий Чипига, тот самый, который Руслан Баширов продал автомобиль Мерседес-Бенц Александру Мишкину. То есть, если верить исследователям, Чипига Баширов продал свой автомобиль напарнику. И благодаря этому удалось найти водительские права Александра Мишкина. И он там удивительно похож на Александра Петрова. Что можно сказать в конце после такого? Не знаю, у меня даже слов нету. Есть только общее чувство удивления и стыда. Ну и вопрос, зачем надо было это делать и травить Скрипаля по-прежнему без ответов. В научных работах экспертов Рособорнадзора нашли заимствования и подлоги. Об этом в своем исследовании заявил Диссернет. Диссернет – это сетевое сообщество ученых, журналистов и других людей, которые занимаются проверкой диссертации на плагиат. Они уже проверяли депутатов Госдумы, ректоров, фузов, губернаторов. А теперь вот дошла очередь и до экспертов Федеральной службы по надзору в сфере образования или сокращенно Рособорнадзор. Всего было проверено 224 эксперта Рособорнадзора. В результате у 48 человек в научных работах Диссернет нашел некорректные заимствования. Еще у 23-х был найден подлог в диссертациях. Ну а половина из проверенных оказались замешаны в защите диссертаций с плагиатом и другими нарушениями. Рособорнадзор уже прокомментировал исследование Диссернета и сделал это предсказуемо. При службе ведомства заявили, что практически все эксперты имеют положительные рекомендации руководителей образовательных организаций, а также что процедуры аккредитации экспертов максимально открыты. Диссернет активно работает уже более пяти лет. Например, в июне 2013 года они писали про плагиат в диссертации бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева. А в январе 2014 года про заимствование в диссертации тогдашнего министра транспорта Максима Соколова. Так что опыт поиска у диссернета большой. Но случай с экспертами Рособорнадзора выделяется. Это же эксперты и это же Рособорнадзор. Это ведомство может решать судьбу целых институтов. Например, в июне 2018 года они лишили аккредитации Шаненку, Московскую высшую школу социальных и экономических наук. А тут оказалось, что эксперты этого самого Рособорнадзора оказались плагиатчиками. Классно устроились наши чиновники. Впрочем, ничего удивительного. Надеюсь, что в прекрасной России будущего чиновники не будут получать научные степени только ради строчки биографии. Наука – это наука. Ей надо заниматься. А если человек чиновник, то может служить народу и без липовых научных степеней. Глава Конституционного суда Валерий Зоркин выступил с программной статьей и рассказал про точечные изменения в Конституции, социальную напряженность и важность политической конкуренции. Зоркин довольно редко выступает в СМИ, а тут внезапно целый программный текст. Сразу пошли обсуждения. А что это значит? И вот значит скоро изменит Конституцию. Сейчас про это сложно сказать, и конспирологию скатываться не хочется. Так что посмотрим. А пока просто хочу рассказать про эту статью. В статье много всего интересного. Например, Зоркин прямо признает, что в Конституции есть недостатки, и что они в отсутствии баланса в системе сдержек и противовесов во власти. Но я бы хотела выделить две части этой статьи про социальную напряженность и политическую реформу. Валерий Зоркин пишет, что в России чрезмерное социальное расслоение 20 миллионов бедных, а самая массовая группа бедных – это семьи с детьми. Но хочется спросить, а кто же в этом виноват? Зоркин упоминает приватизацию 90-х. И тут даже хочется согласиться. Конечно, происходившая в 90-х несправедливость оказала огромное влияние на Россию. Но все-таки сейчас уже 2018 год. 18 лет России правит Путин. Разве не у Путина друзья-миллиардеры, зарабатывающие на госзакупках? Разве не они строят себе вот такие дворцы на Рублевке, демонстрируя резкое социальное расслоение? А ведь это, если так можно сказать, дома не олигархов из 90-х. Это владение Аркадия Ротенберга и его брата Бориса. Того самого Ротенберга, который был партнером Путина по дзюдо, а после его прихода к власти стал долларовым миллиардером. Но про это господин Зоркин в статье не пишет. Как не пишет продача из фильма «Он вам не Димон» или «Самолет, на котором летают собаки бывшего вице-премьера Шувалова». Жаль, что не пишет. Без этого заявления, что борьба с коррупцией – это жизненно важный для России вопрос, как-то неполно выглядит. Неубедительно, на мой взгляд. Ну и политическая реформа. Эта часть статьи меня просто изумила. Зоркин пишет про необходимость того, чтобы у оппозиции была реальная возможность прихода к власти в рамках Конституции на началах честной политической конкуренции. Или что конкуренция в парадигме правящая большинство парламентской оппозиции предотвращает политическую систему от застоя и загнивания. Это тот самый Зоркин пишет, который уже 15 лет возглавляет Конституционный суд. Зоркин, при котором КС отказался рассматривать жалобу Алексея Навального на закон о выборах. В 2013 году политика Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова осудили по так называемому делу Киров-Леса. В феврале 2016 года ЕСПЧ признал, что во время этого суда было нарушено право на справедливое судебное разбирательство и фактически призвал отменить приговор. Верховный суд приговор отменил, но не оправдал и извинился, а отправил дело на пересмотр. А затем Кировский суд у Чуда снова признал Навального виновным и вынес такой же приговор. В декабре 2017 года Навального из-за этого приговора не допустили до выборов президента. ЦИК сослался на закон о выборах, в котором есть запрет на участие в выборах осужденным по тяжким статьям. Как раз этот закон Навальный пытался оспорить в Конституционном суде. Ведь в Конституции написано, что не имеет права быть избранными гражданами, содержащиеся в местах лишения свободы, а про условный срок там ничего нет. Но дело даже не в самой жалобе или толковании Конституции. Уверена, что Зоркин знает, как и для чего Навальному давали судимость по делу Киров-Леса. Про вмешательство власти, про политическое дело и про все остальное. А теперь он про политическую конкуренцию пишет. Ну какой молодец! Да еще и двухпартийную американскую систему в пример приводит. Хотя дело не в том, сколько главных партий. Главное это, как соблюдаются законы. Если бы в США суд по распоряжению президента вынес приговор его политическому оппоненту, то в Конгрессе США объявили бы импичмент такому президенту. И вот поэтому там политическая конкуренция, а не потому, что там две партии. В прекрасной России будущего Конституционный суд будет независимым и будет обеспечивать соблюдение прав и свобод, а не обслуживать интересы власти. И вот тогда в России будет политическая конкуренция и снижение социального неравенства. Сегодня в Ингушетии депутаты планировали обсуждать аннулирование голосования по границе с Чечней. Но неочередное заседание Народного собрания не состоялось из-за отсутствия кворума. Напомню, что 4 октября в парламенте Ингушетии прошло голосование по вопросу границы с Чечней. Тогда официально объявили, что за проголосовало 17 депутатов из 25. Но несколько депутатов практически сразу заявили про фальсификацию голосования. Затем депутаты уже под запись рассказали про нарушения. Голосование по такому вопросу должно быть открыто. Это уже они начали работу с нарушения регламента Народного собрания. На самом деле проголосовали 13 человек, это мы знаем точно, против полголосовали. И четверо еще испортили бюллетени, но явно не согласен с тем, что голосуют тайным голосованием. И это, между прочим, депутаты единороссы говорят. Вот это на видео были единороссы. В итоге протестующие, которые пришли к зданию парламента, решили митинговать до отмена соглашения и остались на площади на ночь. Сочувствующие начали нести участникам акции продукты и теплую одежду. Вскоре участникам митинга организовали полевую кухню, вывоз мусора и специальные настилы, чтобы можно было помолиться. 5 октября к пятничной молитве присоединились даже силовики, которые находились на площади. Протест продолжается до сих пор, уже неделю, круглосуточно продолжается. А вот так в это время выглядит главная страница сайта ГТРК Ингушетия. О том, что местные СМИ либо замалчивают ситуацию, либо освещают ее однобоко, вообще многие говорят. Вот, например, статья в газете Ингушетия. Кто запустил ингушский маховик? Спрашивает автор. Маховик, понимаете? У них тысячи людей на площади протестуют. Они про маховик пишут. В результате люди вынуждены смотреть репортажи Би-Би-Си, а не своих СМИ. А почему, собственно? Почему люди должны смотреть и радоваться британскому СМИ? Это что за работа российских СМИ такая? В это же время на сайте той же газеты Ингушетия публикуется статья про журналистский конкурс «Правда и справедливость» с названием статьи «Роль журналистов трудно переоценить». Только вот чтобы журналисты играли свою роль, надо честно и справедливо освещать события. И тогда люди будут смотреть государственное ТВ, а не Би-Би-Си. Вчера с делегацией протестующих встречался полпредпрезидента Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовников. Как пишет «Кавказский узел», встреча продолжалась целых пять часов. Активисты писали, что она прошла достаточно плодотворно. Но, как видно, по сегодняшнему срыву голосования пока к отмене соглашения власти не готовы. Тут еще важно сказать, что власти и государственные СМИ изначально писали про равноценный обмен территориями в рамках соглашения о границе. Но журналисты Би-Би-Си опубликовали карту, составленную на основе текста соглашения. И по ней выходит, что обмен неравноценный. Если сравнивать с текущими границами, которые в частности указаны на Яндекс.Картах, то Ингушетия теряет более 20 тысяч гектар. Но как в такой ситуации можно говорить про равноценный обмен? Также важно отметить, что речь не идет про конфликт чеченцев и ингушей. Это протест против действий властей и того, чтобы такой важный вопрос решался через закулисные переговоры Евкурова и Кадырова, а не через референдум. Тем более, что про референдум даже Конституционный суд Ингушетии говорит. Ну и общее положение дел в республике, конечно, роль сыграло. Люди имеют право высказывать свое мнение и требовать, чтобы власти это мнение слушали. Люди имеют право требовать отставки главы региона, ведь так и работает демократия. Надеюсь, власти осознают это и пойдут договариваться с людьми. На то они и власти, чтобы вести переговоры и договариваться. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал о проблемах с выплатой зарплат в партии. «Мы поддержали президента и за это ничего не получили», заявил Миронов. «Справедливая Россия» – одна из четырех партий, представленных в Госдуме. Ее создавали при активном участии Кремля. В 2006 году тогдашний знак главы администрации президента Владислав Сурков встречался с членами Российской партии жизни, лидером которой и был Миронов. Там Сурков посоветовал партии опираться на протестный электорат и сопроводил это фразой. «Лучше этот электорат, который настроен против всех видов администрации, окажется привлечен к вам, чем к деструктивным силам». После этого на основе Российской партии жизни и еще нескольких партий была создана «Справедливая Россия», которую и возглавил Сергей Миронов. И эта новая партия стала по заветам Суркова завоевывать протестный электорат. Особенно это проявилось перед домскими выборами 2011 года. Тогда протестный потенциал был очень большой. Многие люди в поисках, за кого бы им проголосовать, выбирали «Справедливую Россию». И те поддерживали это, даже использовали в компании слоган про жуликов и воров. И вот в январе 2012 года на волне протестов за честные выборы Миронов рассказывал, что хочет видеть Алексея Навального главой счетной палаты. А потом протестные настроения спали, и господин Миронов риторику сменил. И вот в декабре 2017 года «Справедливая Россия» про Навального в правительстве уже не говорит. Она поддерживает Путина. Но это решение вышло партией боком. По закону в России партии, чей кандидат на выборах президента получает много процентов, полагается выплата из бюджета. Например, КПРФ из-за результата Павла Грудинина получила более миллиарда рублей. «Справедливая Россия» поддержала Путина, и ей не выплатили ничего. По этому поводу Миронов как раз и выразил неудовольствие. Вот она, ирония российской политики. И все по закону, ничего не поделаешь. Причем депутаты сами такие законы и принимали. Что можно сказать по итогам этой истории? Протестное голосование – это часто полезно, но гораздо лучше голосовать за свою партию. Ту партию, которая будет защищать ваши интересы, а не сдаст их в угоду администрации президента. Вчера произошла авария при запуске ракеты «Союз», которая должна была доставить новый экипаж на Международную космическую станцию. Как пишет Интерфакс, после старта у «Союза» аварийно отключились двигатели второй ступени. К счастью, сработала аварийная система спасения «Союза», и экипаж в составе российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга благополучно приземлился в Казахстане. С космонавтами все в порядке, они уже вернулись в звездный городок. Причину аварии еще предстоит выяснить. Заниматься этим будет специальная комиссия, которую уже создал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Пока в Роскосмосе сообщили, что при разделении первой и второй ступеней произошло столкновение, и что, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени. Наш космос регулярно преследует скандальные новости. Только в начале сентября стало известно, что в корпусе «Союза», который находился на МКС, нашли дырку от дрели. Сначала РИА Новости сообщили, что отверстие появилось на Земле по халатности. Затем коммерсант написал, что одна из версий, что дырку намеренно просверлили американские астронавты. Но однозначного ответа на это вопрос нет. Ясно только, что дырка там откуда-то появилась, и мы до сих пор не знаем откуда. В марте 2017 года нашли брак в двигателях второй и третьей ступеней «Ракет Протон». Дефектными оказались более 70 двигателей, а это был практически весь задел по второй и третьей ступеням на тот момент. Причина брака в том, что при сборке использовали не тот припой. Рассказывая, как же так вышло, бывший глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщил, что у кладовщицы была серьезная травма и не было преемственности в работе кладовщиков. Но невероятно же, кладовщица на больничную ушла, и вот уже 70 космических двигателей оказались бракованными. И это космос, гордость страны. Еще более удивительной была причина падения ракеты «Протон-М» в июле 2013 года. Оказалось, что при сборке перепутали полюса датчиков. Рабочий, который этим занимался, выполнял эту работу всего второй раз. И вот из-за этого ракета стоимостью несколько миллиардов рублей разбилась на виду у всего мира. Но на авариях скандалы с космосом в России не заканчиваются. Были еще коррупция и хищение при строительстве космодрома Восточный. ФБК расследовал нарушение при строительстве этого космодрома еще в 2015 году. Или вот предложение тогда еще вице-премьера Рогозина, чтобы США доставляли астронавтов на МКС с помощью батута. Интересно, Рогозин вспоминает это предложение сейчас, когда обнимает американского астронавта после падения Союза. Когда Илон Маск запускает свои ракеты, мы радуемся, потому что это наука, космос и прогресс. Но хочется же смотреть, с каких успехов достигает наш Роскосмос. Не читать про перепутанные датчики или батуты, а смотреть за успехами. Это же космос, он всегда был нашей гордостью. И хочется, чтобы таким оставался. В Хакасии избирком потребовал снять с выборов кандидата от КПРФ, который выиграл первый тур губернаторских выборов. Первый тур выборов главы Хакасии прошел 9 сентября. Коммунист Валерий Коновалов обогнал действующего на тот момент губернатора единоросса Виктора Зимина на 12%. Это была сенсация, еще бы, действующий губернатор и проиграл больше 10%. Стало ясно, что во втором туре с очень высокой вероятностью победит именно коммунист. Тем более, еще и на выборах парламент Хакасии тоже победили представители КПРФ. Второй тур губернаторских выборов должен был пройти 23 сентября, вместе с аналогичным голосованием в Владимирской области и Хабаровском крае. Но если в этих регионах выборы прошли и единороссы там проиграли, то в Хакасии до этого решили не доводить. 21 сентября Виктор Зимин снял свою кандидатуру. После этого второй тур выборов принесли на 7 октября, но и в этот день ему было пройти не суждено. На этот раз за несколько дней до голосования отказался от участия в выборах кандидата «Справедливой России» Андрей Филягин. По данным ведомостей, снять своего кандидата и предлагали и КПРФ, но коммунисты делать это отказались. Сам Коновалов также заявил, что не сдастся и свою кандидатуру не снимет. И вот теперь избирком хочет снять его с выборов через суд, победителя первого тура и главного претендента на победу. И на каком же основании? Официальная причина, что в документах написано «Коммунистическая партия Российской Федерации, Хакаское региональное отделение КПРФ». Тогда как в Игоре Юл название звучит так «Хакаское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации», а постановление о выдвижении не заверено подписью главы отделения партии, то есть самого Коновалова. Это при том, что сам же избирком Хакасии и зарегистрировал Коновалова по этим же документам. А теперь вдруг оказалось, плохие документы не подходят. И все это в тот момент, когда кому-то очень хочется снять коммуниста и отменить эти выборы вообще, чтобы потом выдвинуть от власти кого-то, кто не провалится как Зимин. Таким действием удивилась даже глава Центроизбиркома Элла Панфилова. Республиканская комиссия подала сама на себя в суд, чтобы фактически отменить предстоящее повторное голосование по выборам губернатора. Заявила она и потом добавила, что подобные действия могут нанести непоправимый ущерб всему избирательному процессу в республике. После такого Верховный суд Хакасии отложил заседание по Коновалову на 15 октября. Но что будет на том заседании непонятно, и вероятность снятия коммуниста сохраняется. Надеюсь, Элла Панфилова понимает, что если Коновалова все-таки снимут, то рассказы «ну я же была против» не помогут. И ущерб будет нанесен избирательному процессу не только в Хакасии, но и во всей стране. Однако Хакасия не единственный регион, где происходят странности с выборами. Несколько дней назад СМИ написали, что в Кремле обсуждает недопуск на выборы в Приморье коммунисты Ищенко из-за низкого рейтинга Кожемяка. Напомню, что в Приморье во втором туре выборов губернатора коммунист Ищенко выигрывал после подсчета 95% голосов, а потом волшебным образом проиграл. Вскоре эти скандальные выборы отменили. Единорос Старосенко, который был кандидатом от партии власти, ушел в отставку, а его место и занял бывший губернатор Сахалинской области Олег Кожемяка. И вот теперь, как пишет «Дождь», в Кремле обсуждает снятие Ищенко. Рейтинг у Кожемяка, видите ли, низкий. Отличная логика, господа из Кремля. Сразу видно, как вы к выборам и к правам народа относитесь. Когда кандидатов, которые имеют самый высокий рейтинг, хотят снять с выборов, это не выборы, это стыд и позор. И если Коновалова и Ищенко реально не допустят, то спрашивать мы за это будем с главы ЦИК Эллы Памфиловой. Вы же нам, Элла Александровна, рассказывали про честные выборы. Вот и извольте обеспечивать. Суд арестовал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Их обвиняет в нападении на водителя телеведущей Первого канала Виталия Соловчука и директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Кроме того, был арестован брат Кокорина Кирилл. 8 октября стало известно, что Кокорин, Мамаев и еще несколько их друзей вступили в конфликт с Денисом Паком и гендиректором в ГУП НАМИ Сергеем Гасиным в московском кафе. По данным СМИ, футболисты оскорбляли чиновника по национальному признаку, а потом Кокорин ударил его стулом. Но это еще не все. Оказалось, что перед этим они еще избили водителя Виталия Соловчука, который работает на ведущую Первого канала Ольгу Ушакову. В результате водитель оказался в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом носа. Черепно-мозговая травма и ушибы зафиксированы и у пострадавшего чиновника Дениса Пака. Ну а Кокорин с Мамаевым стали фигурантами уголовного дела. Их обвиняют в нанесении побоев и хулиганстве. Причем по статье о хулиганстве им грозит до 7 мили от лишения свободы, пока их отправили в СИЗО. Новость про избиение стала сразу одной из самых главных. Ну еще бы, пьяные футболисты-миллионеры избивают людей стульями и сразу стали говорить, что и Кокорина, и Мамаева надо примерно наказать. Посадить, пожизненно дисквалифицировать, заклеймить позором. Видео, где они бьют людей, конечно, отвратительно. И дело на них завели уголовное правильно. Но вот СИЗО. Всех ли обвиняемых хулиганстве у нас отправляют в СИЗО? Вот в августе в Москве задержали миллионера и бывшего сенатора Умара Джабраилова. Писали, что он стрелял из пистолета в отеле и при этом еще сдал положительный тест на наркотики. Против Джабраилова завели дело о хулиганстве по той же статье, что и против Кокорина с Мамаевым. Только тут была первая часть, а не вторая, так как Джабраилов был один. В итоге его сначала отпустили под подписку о невыезде, а затем оштрафовали на 500 тысяч рублей. Даже условный срок не дали. В сентябре прошлого года главу московского штаба Навального Николая Ляскина ударили трубой по голове. Дело тоже завели по статье о хулиганстве. Вскоре нападавший был задержан. Им оказался ранее судимый житель Ленинградской области. Его сначала тоже отпустили под подписку, а потом осудили на 11 месяцев исправительных работ. А теперь сравните с Кокориным и Мамаевым, которых кто-то уже на 7 лет посадить требует. Отличается, правда? Еще раз повторю, я смотрела видео, и действия Кокорина с Мамаевым отвратительны и заслуживают наказания. Но суд должен быть судом. В отношении футболистов, чиновников и кого бы то ни было. Любое дело должно рассматриваться, исходя из его обстоятельств, а не потому, что кто-то решил кого-то примерно наказать. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok